Всем привет, с вами Тори-чан. Сегодня я расскажу вам, как в Японии празднуют свадьбу и покажу вам наши с изами свадебные образы. В Японии празднуют как в европейском стиле, в белом платье и костюме, так и в японском традиционном стиле, в свадебном кимоно. Мы решили надеть японскую свадебную одежду, поэтому сегодня я вам покажу, как все это происходит для традиционного японского образа. Первым делом нужно переодеться в свадебное кимоно. Это многоэтапный и очень длительный процесс, который в среднем занимает 2 часа, поэтому переодевание мы начали в 8 утра. Кимоно для разных праздников, включая свадьбу, обычно берут в аренду, и это не дешевое удовольствие. Взять кимоно в аренду на один день для меня и изами стоило в районе 1000 долларов. В эту стоимость входит помощь в переодевании, прическа и разные мелочи для кимоно. Пока мне делали укладку, изами начал свое перевоплощение в самурая. Подожди То есть ему что-то подложили типа на живот, чтобы объем. Она сказала, что лучше, чтобы был животик. Так смотрится лучше. Ага. Поэтому зря мы худели. На специальное белое белье с подкладным животиком надевают нижнее кимоно, а сверху на него черное хлопковое кимоно. А, подожди, так это нижний слой. Сейчас сверху полосатая юбка. Хакама, да, полосатая юбка, наверное, не очень. Все это плотно завязывают несколькими поясами. После чего надевают Хакама. Вот такие юбкоподобные штаны. Часто Хакама просто одного цвета или в черно-белую полосочку, но у Изэми очень красивая Хакама с градиентом. А вы на свадьбу не одевали, да, кимоно Тори? Мы не делали свадьбу. А, да, точно, точно. Мы с вами одинаковые, мы тоже не делали. Да, точно помню. Чтобы никого не путать, мы не только поженились, мы с Изэми женаты уже третий год, но мы только расписались. Мы не делали саму церемонию, потому что не хотели всем этим заниматься. Среди молодых японских пар сейчас больше популярны не застолья на 100 человек, а просто свадебная фотосессия для себя. Прошло уже три года, но мы решили тоже сделать свадебную фотосессию на память. Лучше поздно, чем никогда. И последний слой, это черная накидка Хаори. Как украшение используют вот такой белый помпон. Это главное отличие мужского свадебного кимоно от обычного официального кимоно. Дальше моя очередь. Для меня мы выбрали вот такое цветное свадебное кимоно с журавлями. Прическу под кимоно обычно делают очень объемной. Традиционная укладка это Нихонгами. Так, а она точно поняла, что нам не надо японскую штуку? Или она нам не... Как выйдет, так выйдет. Не, ну вроде она поняла. Ну да, мне тоже кажется. Но мы выбрали более современный вариант, без традиционного тройного пробора. Японки обычно годами отращивают волосы, чтобы сделать красивую свадебную укладку. Но даже с моей длиной у них получилось очень даже хорошо. После чего начался сам процесс переодевания в четыре руки. Затай, дай, дай. Полотенце нужно, чтобы сиськи скрыть. Чтобы не было. Потому что в Японии красота не сиська, а не попы. Прямой длиной. Первым делом сглаживают все выпуклостей. Вот она сейчас такая... Будет не на попы ставить полотенце. Я не знаю, что я. Ханайюми-саня, поэтому... Поэтому что-то, что-то у нас очень младше. Ощи на сегодня. Мо чето. И цуя. Ты как в Европе, да? А если бы ты была полная, то ничего бы не подкладывали. Мне кажется, да. Ты знаешь, как те, кто качает попы, им, наверное, опять полотенец. Да, именно. Так тебе смотри, тебе и на плечи положили. Типа, что вот, чтобы ты крупнее как бы в принципе стала. Говорят, что кимоно в широкие плети вроде как-то подходит. Еще смотри, еще сверху тоже. А грудь тоже убрали. Да, все убрали. Дай зёбу дэскала, Тори-цян. Я чувствую себя как мумия. Немножечко такая переевшая пончиков мумия. Я как будто сломала себе ребра. Да, да. И мне ставят карсет, чтобы их исправить. А с виду так и кажется со стороны. Изуми томительно выжидает. Мы не традиционная пара, которая скрывает. Как свадебная пласть. Ни одного изгиба. Ни одного. Посмотри, ни сзади, ни сбоку. Да, плечи большие, спина большая, широкая. После того, как они закончили заматывать меня в полотенце, на меня надели белое нижнее кимоно. Вот такой изгиб воротничка и немного виднеющаяся шея считается очень красивым и женственным в Японии. И немного сексуальным. Тяжелая, нет? Не скажу, что тяжелая. Но еще вот эта сверху. А, еще грудь утянуть. Так очень много груди у меня, чтобы так я прям пятна. Это бриттл. Буриттл. Затем меня еще немного утянули и начали подвязывать длину кимоно под мой рост. А зачем вообще тогда такое тяжелое, большое делать, если его потом все равно подвязывать? Они безразмерные. Не, ну таких высоких, как эта кимоно, мне кажется, не бывает. Это да. Гамбаттэ. 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 Знаете, вот тебе надо, чтобы мы решили только фоткаться в кимоно, а не делать свадьбу реально. Ага. Я бы не выдержала день в этом. Я так поняла, что японцы сами, ну возможно я ошибаюсь, но судя по ресерчу, который я проверяла среди свадебных фотографов, это как отдельные очень часто фотосессии. То есть они в ЗАГСе расписывают, ну, как бы, не знаю, как у вас это называется. Или делают в европейском стиле. Да, а вот это как просто фотосет. Если японцы и делают свадьбу в японском стиле, то обычно это очень быстрая церемония, которую устраивают в синтоистском или буддистском храме в небольшом семейном кругу. После чего все переодеваются в более удобную одежду и идут в ресторан. Ой, подожди, там сзади что-то произошло, почему я не видела. Очень красиво вот это. Аксессуары. Кошелечек какой-то. Сгоой,これ каваи. Меча каваи. Это что? Может это наив? А, это наив. Можете? Это нож. А, это реально наив? Да, это нож. Абонная. Сверху на белое кимоно надевают верхнее красочное кимоно с длинными рукавами. Верхнее свадебное кимоно может быть как белым, так и любого другого цвета на вкус невесты. Но классикой считается красный цвет и узор из журавлей. У меня будут рукаваи, потому что изуми должны мне помогать. Такие они маленькие. Вот такая обувь тоже шла в наборе. Спустя 2 часа переодеваний мы закончили и пошли гулять и фотографироваться по улицам Киото. Первым нашим испытанием стало подняться по лестнице в кимоно весом в 7 килограмм. Длина кимоно не позволяет нормально ходить без помощи, поэтому все время изуми был вынужден нести мой шлейф. Видимо, что-то похожее все же есть в японском и европейском свадебном образе. На солнце так играют вот эти блестки шелковые. Не так лоско, как я думала. Я говорю, что столько полотенец здесь мне намотали. Зачем же так сильно завязывать, если все равно убирают грудь? Ну да. Просто писать нечем. Ибо по скорости черепахи. Кстати, очень быстро идем. Я стараюсь. Нет, нет, так зачем? Додеска изуми-сан. Киото одно из самых популярных мест для свадебных фотосессий, потому что традиционная архитектура и пейзажи тут невероятные. Кстати, фотографировали нас талантливые русские ребята Анна и Вова. Ссылки на них я оставила в описании видео. Они просто офигенно талантливые фотографы, которые базируются в Киото. Первым делом мы отправились в знаменитый бамбуковый лес, где ребята сняли несколько невероятных фотографий. А также, видимо, мы устроили целое шоу. Нас фоткали абсолютно все. Не торопись, не торопись. Мы идем отдыхать. Наконец-то, да? Сегодня сейчас съемок. А уже не выдохлись. У меня здесь много разных вещей в пояс воткнули. Вот это нож для самозащиты, если кто-то на свадьбе будет против, видимо. Или чтобы сделать цепку, то есть себе разрезать живот, когда мужа убили, и все, некуда деваться. Да, вот такая традиция. Также веер. И вот это, это как здесь внутри зеркало и белая пудра, чтобы подправить макияж. Конечно, в реальности мы ничего, конечно же, использовать не будем. Это больше как украшения традиционные. Смотри, да? Смотри, да? Гугли. Кого не спросили, никто не знал, что это. Даже те, кто нам это все одевал, поэтому... Насмотрится? Да, интересно, да? Да, интересно. После чего мы отправились к реке, чтобы снять несколько фото на плаву. Экстремальная, экстремальная съемка. Майн-фернеси. Экстримы. Мы сели фотографироваться вот в такую лодку. Очень красиво. Вау. Смотри, гай. Нас, 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 нас все поздравляют со свадьбой. Фотографии получились невероятные. Больше покажу в моем инстаграме, когда они будут готовы. Вот такая у нас была свадьба по наружку. Типа свадьба. И знаете, я очень довольна. И я рада, что мы решили все же сделать только фотосессию в кимоно, а не реальную свадьбу. Потому что даже двух часов в кимоно нам хватило с головой для экспириенса. А если в этом день провести, это, наверное, реально ад. Но фотки, фотки шикарные. Как вам такая свадебная одежда? Хотелось бы такое тоже попробовать на себе. Жду ваших комментариев. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Увидимся еще. Всем пока.